это ребята называется жадность грибна вот смотрите это два она несет один еще сучила свободному мальчику который пришел погулять а его нагрузили ольга для фотосессии собирать ну криво росте я все порезала все выбросил плохие про который то лопухи орал они были все тоже хорошие м м м м э охота на пенка поздним сегодня большая команда у нас все матерые вообще матерые волчары гриб чует примерно за 30 метров так что тут глаз да глаз мы нашли под конец просто невероятную поляну лисичек где я вам не скажу потому что я вас всех звал то не пошел сами виноваты я не знаю как они понесут но они почему-то набирают им говорю стойте стойте а вот девушки все-таки не останавливаться ну азарт что поделать ну вот только чуть-чуть оставил группу они уже что-то нашли что-то собираю и вот посмотрите вы видите вот что они делают я пошел там видео снимать а у всех по корзине два пакета два пакета и это капец вы понимаете уважаемые товарищи зрители это ну несправедливо я считаю друзья всем привет это зыков виктор и грибной сафари небольшой лайфхак как починить рваный пакет в лесу если нет подручных средств а вы неожиданно попали в лес за грибами и нашли их вот такой у меня вот пакет были две крупных дырки и все что нужно сделать это найти подходящий по размеру грибы и просто эти дырки ими заткнуть остальные грибы их прижмут и они никуда не денутся и вы сможете собирать спокойно грибочки вот и водные процедуры наступили у нас виктор придумал развлечение пройтись по болотистым местам мокрая сафари у нас в этот раз получилось все затопило девчонки заставили лезть через воду вот но самое интересное это конечно вот эти гигантские монстры потрясающие сморчковые шапочки чтобы вы понимали вот как бы маленькая сморчковая шапочка вот в принципе стандартная то есть это как бы взрослая обычно такая вот ну и как вы видите вот такие шапу люки у нас есть еще в майке собирают люди грибы места нет вообще так ну давайте хвастайтесь ну вы чё я не пойму вообще грибы на пробу не собирали грибы что ну вот сразу видно кто собирал такие светленькие похожи на степные сморчки вот обратите внимание все веселенькие по лицам грибников сразу видно идут они только в лес или уже из леса это реально конечно молковато голубика она как черешня а вот это она так и есть как как смородина и а какое число сегодня 5 августа да охренеть это головач гигант уже уау просто кроме друзья грибной сафари на груздя закончена результаты очень хорошие единственное что все-таки весь гриб перезрел в основном собирали лишь малую часть помоложе вроде все радостно так вот наш лагерь все побросали и шли собирать опять по лесу разбежали здесь все уже вон пакета раскидали ну то есть это уже с грибами оставленный пакет видео из категории чем можно удовлетворить женщину за 30 так все кушают люди за добавочкой пришли конечно 30 килограмм опять собрать так вот так выглядит нормальный багажник грибников если что не то что у некоторых 5 виодер за 2 минуты вести липец продолжают вещание федерального телеканала россия грибной сафари как всех желающих учит тонкостям тихой охоты покажем кадры из добровского района как не пропустить грибной сезон даже если не очень разбираешься где самые урожайные места пойти в лес компании с более подкованные в этом деле людьми что сделали липчане которые отправились на грибной сафари как проходят такие поездки увидела наша съемочная группа одной группой идем здесь будет болото будем собирать на нем оно круглой формы сильно не расходимся много тех кто и поехал бы за грибами но не знает куда и хотел бы полагаться на грибника с опытом который знает где лес порадует находками а кто-то не очень разбирается в грибах и тоже нуждается в помощники виктор зыков один из тех кто в поездках выступает в роли инструктора хожу в лес уже лет 15 изучаю литературу изучаю интернет всякие энциклопедии и так далее и конечно людям более комфортно ходить в компании опытного грибника кто покажет объяснит в этой компании есть и те кто ездит постоянно и новички это лесной массив в добровском районе попадаются и грузди и подберезовики и белые грибы березовики такие частенькие попались красота еще один проводник по пути делится где с большей вероятностью встретиться тот или другой гриб а какой лучше оставить в лесу а вот речь заходит о споре не меньше чем вечном все-таки как правильно срезать гриб или выкручивать мой многолетний опыт показал что если гриб срезать то его ножка продолжает расти и молодые новые завязи грибов они не появляются очень долго если же гриб выкрутить да потом соответственно уже можно обрезать в корзиночку его кинуть то молодые грибы пойдут намного раньше у меня семья вообще не грибники меня в лес тянуло но грибы мало знала а когда есть более опытный товарищ результат иногда даже превосходит все ожидания впечатление буря эмоций доволен тем что собрал в такие грибные туры водят во многих регионах эти поездки это и возможность отдохнуть от города и новые знакомства и чувство что грибной сезон не прошел мимо вы посмотрите друзья вау красавчик там наверное грамм 400 каких 400 килограмма на три да их три тут да ты глянь ты этот не видела что ли офигеть ребята вот смотрите он короче где-то 30 сантиметров вот это грибан какая ножка толстая крепкая вау ребята вау я думаю это рекорд ой 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 какая прелесть ой ой результат удовлетворительный грибы найдены неполные корзины но достаточно неплохо у меня такой вот понимаете друзья это шикарно это триумф нашего похода это наверное сотни сотни две с половиной ну сотни точно огромных сморчковых шляпочек так главное не спеша садитесь по краям и вежьте к центру короче ну это вообще монстр я таких еще никогда не видал вы гляньте просто огроменные огроменный выглядишь обалдеть он почти твою голову вопреки цица так смотрите подходите все нужно просто нежно дунуть вот так чудо учитесь кто хочет вот сюда давай мне больше нравится именно сушить в этом плане потом размачивать и также в суп добавлять либо можно также их пожарить потом в дальнейшем вот ну а самый простой способ это перемолоть грибы в порошок и употреблять в качестве приправы абсолютно с любыми блюдами вот они мои первые ученики отважные любознательные самое главное удачливые все с грибами все выносливые идем уже третьи сутки постепенно думаем кого съесть первым потому что но у меня понятное дело есть нельзя только я дорогу дорогу знаю наверное начнем с самых маленьких в основном тут конечно все излажено все изрезано из из найдено но вот попадаются такие классные прям гляньте не найдены шикардосы пирамидки счастье два ведьминых кольца как бы срослись получилось восьмерочка вот прикольно капец мы тут напоролись в общем метров десять всего за час прошли сидим тут сидим в траве пасемся как эти как животные короче потому что тут все все просто вот таких вот грибах вот таких вот вот так мы еле еле уходим ну чё не тянет еще ноша вот она ноша своя а а а а а а а а а и и и и и и и так то вообще руководитель должен первым идти как бы а нарушается субординация вон мои опята стоять вон на том дереве вон все понятно забиты и рядом периметр 10 метров тоже значит занят наконец-то нормальное рыжиковое место нашел без переростков короче пытаюсь девчонок не подпустить к себе так сюда не подходим к девчонкам иди давай тут все занято короче мне как бы не жалко для них сами понимаете да но тут вопрос в том что такой рыжик за него как бы подраться не грех вы посмотрите а вот просто мы сегодня такие вообще не находили одни лапушары и и и и и и вот такой результатик у нас за полчасика сюда белые ой это подбирать досиночки класс вот так ребята надо ходить за грибами на грибное сафари Это был Зыков Виктор, грибной сафари. Спасибо лес за грибочки. Классный был поход. Классный был поход.